добрый день здравствуйте дорогие зрители и подписчики сегодня мы покажем наши покупки за последнее время да вот на втором плане моя работа которую я сделал на бумаге акриловыми красками вот туда же есть дата значит девяносто восьмой год это из серии пальм да да это из серии пальм, из серии острова в общем это экзотика ну показывай что ты купил ну сначала я покажу очень интересную такой музыкальную шкатулка не шкатулка сюда можно что-то складывать вот сюда это для ювелирных изделий такая музыкальная шкатулочка коробочка вот такой веселый человечек мне нравится второй человечек крутит шарманку эту а там танцуют же не такой не устает ты смотри у нас была между прочим круглая мы отнесли ее в чарити шоу было было да отдали донейшн сделали но Володя скучал наверное без нее и купил опять очень поднимает настроение ну кстати они там на эбэ акционе дорого просят за я даже удивилась если теперь в последнее время раньше это сильно ничего из себя не представляло такой лучший потрясок не ну забавно очень забавно конечно главное хорошо сделано очень ну ладно она не отключается Володя а пусть поиграет помнишь у нас была круглая так там была такая ящичек надо закрыть да там пока ничего нет пусто да ладно где у него кнопка да пусть попрыгает ну почему мне ж нравится Лена показывай так это бусы бусинки бусики то есть это замочек чудесный вот он в хорошем состоянии очень хорошее мы правда не дешево купили у торговца да застежка хорошая в общем цветной хрусталь это хрусталь да ну вот он решил отдохнуть да теперь вот такую брошечку купили очень блестит интересные кристаллики очень хрустальные как аметист нет это это кристаллы и очень красивая по центру красивый такой соотношение цветов обратим на зеленый и аметист она такая старенькая брошечка не знаю она чешская а если станете покажи сзади как она выглядит да вот она сзади кто знает пусть определяет на каких годов состояние хорошее у нее да хорошее very good зеленый вот потом мы купили вот такие вот сережки показываю одну это мозаика мельхиор мозаичный это маленькие кусочки стекла уложенные так сказать в общую картину вот потом купили такую тоже старенькую брошечку это позолоченную стразы на ней но она очень красивая литью ну это наверно повторяет какую-то старинную брошечку так она сзади ну тоже сахран хороший сахран на истме не нравится слово сахран а ну хорошо так потом купила я вот такое маленькое колечко с гранатом она серебряная альманин да серебряная 925 проба а гранат кабахон да кабахон это когда круглого резана да кругленько не такие пластины есть марка 925 отлично вот так она сзади сделано это старое производство плотненькая но не гнется очень поэтому и сохранил это тоже старенькая показывай брошечка но маленькая брошечка кристалли не надо крутить они белые кристалли никак не на виду володя фокус а на воде вот сзади вот она тоже очень довольно старый брасс если брасс да это тоже видно признак старинный и значит зацепка крючевочка такая интересная очень приятная брошечка вот потом еще мы купили очень удачно вот такую брошечка это зуни на ней нет марки серебра но она серебряная да она серебряная на ней только она подписана зуни п . лахи это такой был мастер это семья ну семья да поэтому они не на экспорт делали таких марок нет у них серьезно да значит это оттуда привезли надо проверено это серебро да я уже интересовался так что удачно купили кстати это может быть и кулон подвеска можно подвешивать а можно и застегивать брошечкой с бирюзой очень удачная покупка у нас потом вот эти серьги но потом володя купил вот эти серьги в надежде что они серебряные они серебряные но мы их не проверяли такие длинные похоже на восток да только восток конечно это дамаск или ирак может персия очень красивые подожди еще сзади хочу показать вот так они выглядят серебро патина старая чем ну кстати ты их не дочистила они не надо зачем сзади не обязательно потом вот такую вот коробочку фарфоровую купили я раньше не видела таких коробочки чтобы сверху с фигурками правда видела когда-то с петушком ну то почти что они не сильно старые она очень милая целый ансамбль да смешная три фигуры какие-то детские фигурки три значит мальчики две девочки вот они там играют какую-то игру старинные может они в прятки играют по-моему мальчик ручку целую девочки марки нету на ней я думаю что это европейская это не английская да это континентальная может французская или немецкая не знаю хорошая вещь симпатичная может быть австрийская но ближе покажи их мордочки такие симпатичные еще еще ближе да вот такая прелесть очень забавная вещь и от нее так сказать позитив такой вот Володя покупает такие подставочки это очень хорошая подставка во первых она очень старая это видно вот тут скол дерева и посмотрите какое дерево насквозь какого цвета это столько ей лет это уже больше стали ну теперь тебе надо только вазочку купить искусно вырезан рисунок вот она немножко значит поломана чуть-чуть но это ерунда она стоит хорошо вот остается купить только шикарный старинную вазу китайскую лучше можно японскую это мы часто любим хлебушек намазывать на хлебушек масличка вот я купил для пользования своего вот это такой серебряный нож значит ручка сделаны слоновой кости вот здесь такой легкий орнамент декорчик идет марки марки английские значит я уже посмотрел это 1912 год плохо видно мне через камеру это Лондон или Бирмингем что там это Шеффилд Шеффилд это очень самый лучший лучшие серебро в Британии Шеффилд но и сзади тоже а ручка еще я сказал слоновая кость вот пожалуйста очень хороший оригинальный нож 1912 года он расстегнулся браслет поверни его другу может давай вообще так пока сделаю а потом сниму вот такой браслетик я купила очень удачно он старинный и с таким очень красивым кусочком янтаря это оригинальный браслет и стиль его арт на вул да и он подписан что это стерлинговое серебро еще стоит печать арт значит это какая-то студия я делала такой браслетик есть вот здесь такая цепочка для как это для чтобы он не терялся safety называется да вот он закрывается а потом застегнешь все закрылся отлично все сзади можно показать как он сделает это янтарь очень хороший в старину делали янтарь настоящий натуральный а сейчас часто смолу вместо янтаря это янтарь очень хорошего качества потому что внутри кристаллизация особая янтаря такой подделать янтарь невозможно очень хорошие кусочки янтаря мне тоже нравится изысканный красивый такой изящный на руке хорошо смотрится в общем очень хороший значит ну так володя а сейчас мы будем делать розыгрыш а вот и я соскучились сейчас мы вот это все будем разыгрывать вот эта страница вот столько у нас комментариев сейчас подсчитаем уникальные комментарии тоже вернее машина это сделает что-то я быстро стал но так надо это все так скопируем адрес сюда о 63 уникальных комментариях но перед тем как мы это разыграем я опять быстренько покажу свой маленький такой хобби уголок вот тут вы видите 4 карлика это я сделал на заказ один из них уже готов только подставочку осталось чуть-чуть сделать до остальные не такие маленькие это как у нас тут говорят голый металл и огнем еще не прикасался даже а вот это вот это готовый как он выглядит сзади ну ладно мы вот ради этого в принципе сюда и пришли начинаем и победитель ольга жук поздравляю вас ольга что-то но все тут желтое на чуть-чуть на расстоянии вы выиграли все это пожалуйста напишите мне в комментариях какую-нибудь контактную информацию или email или в контакте профиль или фейсбук и я тогда напишу вам и спрошу у вас ваш адрес ну еще раз поздравляю вас ольга те кто не выиграл этот раз не расстраивайтесь роза хорошо еще будут до скорых встреч до свидания